Яркие иллюстрации, понятные и в то же время заставляющие подумать, доступный текст. Книга «Раскрашенный мир» – одна из тех, которая воспитывает доброту и нравственность в маленьком человеке. И даже не верится, что замечательный сборник рассказов и сказок, написанный Натальей Кухлич, для неё первый литературный опыт, который возник по воле случая. Писать начало, можно сказать, случайно, когда в споре надо было аргументировать. Меня упрекнули в том, что человек, не написавший в жизни ни строчки, не имеет права критиковать произведение Великого Островского «Как закалялась сталь». И чтобы был аргумент, я написала первую сказку, первые две сказки. Ну а потом как-то поняла, что есть что сказать. Причём получалось мне это говорить в какой-то такой, ну не в прозаической форме, а немножко иносказательной. Поэтому получились сказки. Для ребят 15-й школы эта встреча с писателем первая. А поскольку родители и педагоги сумели с детства привить этим мальчикам и девочкам любовь к чтению и книгам, они с радостью откликнулись на приглашение посетить встречу с писателем Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина. Ведь живое общение куда более продуктивное. Мы первый раз присутствуем на такой встрече с детским писателем. Они ждали этой встречи, спрашивали, а куда мы пойдём, а в какую библиотеку, а что нам там будут рассказывать. Дети всего своего возраста, да как и взрослые, всегда верят в чудеса и им интересно то, что происходит с персонажами сказок. И самое главное, что сказки, как правило, всегда заканчиваются положительно, и дети этого очень ждут. Сказки о маленькой иголочке, глупой мышке и зелёном жирафике. Таких простых и наивных, но в то же время добрых и мудрых историй в этой книге для семейного чтения всего 26. Я достаточно любопытный человек. Мне интересно, что это за книга, я бы прочитала её. Она очень обещающая, многообещающая, потому что рассказывают очень много про неё. Там 26 сказок, и мне кажется, что они будут очень интересными. Я считаю, что детям важно читать, потому что у них будет больше звана запаса, у них будет развиваться фантазия, они больше узнают. А что, как не встречи с писателями, мотивируют ребят к чтению? Ведь теперь они открыли для себя очередную добрую и интересную книгу. А автор для своих юных читателей придумает ещё не один увлекательный сюжет.